ПЕСНЯ Всех собравшихся в этом праздничном зале объединяет не только предновогоднее настроение. Каждый из них либо уже является лидером в своем деле, либо всеми силами стремится к этому. Прежде чем подвести итоги первого городского конкурса управленцев «Лидеры Новороссийска», глава администрации Игорь Дьяченко, по чьим патронажам и проводился этот конкурс, вспомнил о том, как зарождалась данная идея. У нас в стране прошел первый конкурс «Лидеры России» под патронажем нашего президента Владимира Владимировича. Конечно же, сразу мы со Светланой Владимировной приняли такое решение провести. Это в городе есть проблема, и она очень серьезная с кадровым составом. И вот этими конкурсами, конечно же, мы, я уверен, мы будем подбирать кадры, те, которые нужны для работы и в администрации, и в структурах государственной власти, в бизнесе и так далее. Конкурс, он просто стимулирует для того, чтобы быть лидером. 23 участника конкурса прошли серьезный отбор. В ходе различных конкурсных заданий каждый из них, опираясь на свои профессиональные знания и опыт, проявил лидерские качества. По решению экспертной группы 10 из них вышли в полуфинал. Трое стали победителями. Антонова Татьяна Павловна, главный бухгалтер ООО «Испытательная лаборатория» и БОЛИС. Награждали без преувеличения лучших из лучших. Самых перспективных – тех, за кем пойдут люди. Тех, кто продвигает новые идеи. Тех, кто способен на прорыв в самых разных областях деятельности. Рекомендую всех 23 записать кадровую резерву администрации, кто захочет направление, они себе выберут сами. Участие в конкурсе – это уже победа. На следующий год, конечно же, надо проводить конкурс намного расширеннее, чтобы было участников как минимум человек 100, чтобы мы понимали, и призовые места делать по номинациям. Участие в конкурсе не просто останется в памяти его участников. Полученные победителями сертификаты за первые три места на, соответственно, 150, 100 и 50 тысяч рублей стимулируют их на прохождение новых образовательных программ. Мы обменивались опытом друг с другом и учились, в первую очередь, слышать и слушать друг друга. Это было очень интересно, это было очень весело. Мы открыли в себе новые какие-то определенные способности и умения. Важным результатом проведения первого городского конкурса управленцев лидеры Новороссийска стал общественный резонанс. Многие уже сегодня заявили о желании принять участие в нем в будущем году. Это знаковое событие для города, это социальный лифт нашей молодежи, это какая-то часть уважения к городу, уважения к власти. Они хотят сделать что-то лучшее для города, для своего бизнеса, для своего города, для лучшего для своей семьи. В жизни ничего не происходит, просто так жизнь стоит на месте и всегда власть нуждается в кадрах умных, толковых, креативных ребяток, которые должны прийти в нашу властную структуру. В связи с успешным стартом конкурса лидера Новороссийска в 2019 году он станет традиционным. Число его участников возрастет до 100 человек и в нем смогут проявить себя, помимо городских управленцев, старшекурсники высших учебных заведений. Все те, кто со временем будет определять будущее нашего города, а возможно и страны. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.